Фонтан на Московском рязанцам полюбился давно. Вечерами это место притяжения для семейных прогулок и теплых встреч. К тому же не возбраняется бегать между струями, что вызывает у детей неподдельный восторг. Уход за таким фонтаном чуть сложнее, чем за обычным. Следить нужно и регулярно. Поэтому рабочие осматривают его тщательно. Поднимают решетки, убирают мусор, начинаются плановые технические работы. Фонтан на Московском шоссе, который находится в сквере Дворца Торрес, временно отключен для проведения плановых технических работ. Подрядной организацией будет осуществлено обслуживание всего инженерного оборудования и также остальной вид работ. А именно промывка чаши, замена предохранителей, ламп освещения. Фонтан обещают запустить уже завтра, 26 мая. Напомним, работа по сезонному запуску фонтанов началась в Загоде. Их промыли, собрали, установили двигатели и форсунки. Только после этого фонтаны наполняют водой для проверки. К фонтану у Дворца Бракосочетаний отношение всегда было трепетное. Низкие температуры, например, могли быть причиной поломки оборудования. Поэтому отключали его раньше всех. А чтобы фонтан и дальше радовал рязанцев и гостей города, профилактические работы проводятся по необходимости. Сам фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на воду. Композиции формируются более чем 160 струями. Демонстрировать водные фигуры с изменением наклона струй и использованием более 15 различных мелодий. Такие фонтаны, кроме нашего города, есть в Петергофе, Владимире, Ярославле, Калининграде, Воронеже и Саратове. Мэрия города попросила рязанцев бережно относиться к оборудованию фонтана, не вставать на струи воды и не прикрывать их в избежание поломки.